На большой кольцевой линии метро пополнение. В канун Нового года под Савеловским вокзалом открылась новая станция. С Савеловской можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Строительство велось в сложнейших гидрогеологических условиях. Рассказываем, как строители преодолевали трудности, какова начинка станции и что о ней думают москвичи. Савеловская первая станция метро встелила все дело в чугунных тюбингах, которые не спрятали за отделкой. Все сделали для того, чтобы москвичи смогли увидеть скелет станции. Савеловская одна из самых сложных станций Большого кольца. Она находится на глубине 65 метров. Это все равно, что спуститься под землю и построить там 20-этажный дом. Строительство началось в марте 2012 года. Метростроителям приходилось идти сквозь твердую породу, которой более 300 миллионов лет. Проходка тоннелей велась бурозрывным способом. В отверстие стены закладывали взрывчатку, а после взрыва грунт поднимали наверх. Затем шел монтаж 9-метровых тюбинговых колец. Метростроевцы делали это вручную или с помощью укладчика. Но не на всех участках применяли этот метод из-за прилегания к действующей серой ветке метро. Те участки, которые примыкают к станции Савеловской первой темы, мы были вынуждены разрабатывать механизированным способом. Это специализированные комбайны горнопроходчества разрабатывали породу и в дальнейшем ее выдавали через ствол. Необходимо свод дорабатывать ручным способом, поэтому, конечно, это колоссальный труд, но, слава богу, это все построено и сделано. И вот что получилось. Больше нигде в московском метро вы не увидите такого оформления. Для пассажиров Савеловская стала своего рода музеем, наглядным пособием, как строят метро. Очень хорошо выглядит, очень здорово. Это что-то необычное для новых станций метро. И сам дизайн очень необычный, не такой, как и остальные. И это очень, да, нравится. Необычное технологическое решение, я считаю. Ну, я живу здесь, в этом районе, а работаю в МГУ, то есть далеко на Ломоносовском проспекте. Вот, так вот, с открытием этой станции я могу войти в метро здесь, а выйти на станции Ломоносовский проспект. И это максимум займет где-то 25 минут. Причем в обход центра, то есть никакой толпучки, свободно. Эти 25 минут я могу что-то читать и готовиться к занятиям в МГУ. Очень красиво, очень интересные тюбинги эти открытые, очень здорово, очень классно выглядят. Вы где-то рядышком тележием? Я живу на Церковском поле, мне очень удобно сюда, до Савеловского вокзала будет ездить, с открытием новой станции. Очень классно. Раньше по прямой было очень долго ехать от Дмитрия Донского до Савеловской, было очень неудобно. А теперь я могу делать очень просто. Доезжать до Чеховской, переходить на Тверскую, доезжать до Динамо, переходить на Петровский парк, ехать одну до Савеловской, то есть до сюда. Делать переход, выходить там, и, собственно, никаких проблем. В каком дизайне? Ну, такой интересный, как, так сказать. Необычный. Да, необычный, как строят, но интересно. Вот я ребенку даже показываю. 2018-й стал годом метро. Москва установила рекорд. Всего построено и введено 17 станций и около 33 километров новых линий. Хотел поблагодарить сегодня метростроевцу за огромный труд, огромную работу, которую они провели на благо Москвы и москвичей. В прошлом году город стал ближе для миллиона москвичей. До конца 2023 года в Москве построят еще 55 станций и 7 депо для обслуживания и ремонта поездов. Ольга Знеевич, Иван Коробков. Строймосру. Продолжение следует...